Советский проспект Много магазинов. Если, например, зайти в магазин, получается всего 15 минут будет, да, в распоряжении. За 15 минут не успеет сходить в магазин. Я считаю, что это правильно. Правильно? А почему? Потому что и так дороги узкие, тут много магазинов, всего, и просто машины везде. И из-за этого много и аварий тут случается, тем более еще и пешехода нарушают. Только из-за этого. Тут надо пошире делать. Просто остановился, высадил человека и все, и дальше. А вот парковки, вот эти, тем более, стоят целыми днями. С утра до поздно не хочет. Не очень, вообще никак. Потому что я здесь работаю. Мы и так налоги платим. Нет, платить не хотим за это дело. Плохо. А почему? Часто здесь паркуетесь? Часто. Дворы все заняты. Я положительно отношусь к этому. Могу сказать, что весь мир цивилизованный четко регулирует транспорт. Это однозначно. В том числе и парковки. Я где только не бывал, это не только теоретически, это практически. Я только не бывал по-разному. Если совершенно большой дефицит парковок, там одни требования. Где, скажем, возможности, там больше такие возможности появляются. Но то, что везде, где организовано, там удобно, это 100%. У жителя должно быть право выбора. Вот право выбора. А вот когда выбора нет, когда вы решили поставить машину, как потребнюю положено, а у вас места нет никакого. Ну никакого. Ни платного, ни бесплатного. И где бы вы ни поставили, ваш штрафует. Ну, конечно, это неправильно. Поэтому сегодня, насколько я понимаю, задачи руководства, которые нам поставило всем, в том числе мы в своей части, в технопланировочном, работают стратегии, ананим занимаются, замы мэров занимаются и так далее. Значит, это прежде всего организовать территорию таким образом и создать организацию возможности парковки, чтобы у каждого автомобилиста было право выбора. Вот и все. И у жителей.